Итак, друзья, доброго времени суток. С вами Станислав Тамашунас. И сегодня я вам расскажу об очень хорошей возможности работе самого на себя, без реферальной системы. Даже сам не знаю, для чего я это делаю, но, наверное, для того, чтобы кому-то помочь и объяснить, что есть хорошо, наверное, что есть плохо и какая появляется у вас возможность. Торговля на рынке биткоин. Я в прежних видео уже рассказывал, чем она отличается от Форекс-торговли. То есть нет кредитования, нет маржинального обеспечения, вы не рискуете потерять свои деньги, как многие потеряли за прошлое десятилетие на Форексе. Теряли люди очень огромные деньги. Поначалу зарабатывали, я сам как бывший работник фьючерсной биржи Форекс. Поначалу пока не испохабились наши, как говорится, Форекс-брокеры, работающие на Метатрайдерах. Сам там зарабатывал деньги, потом, спустя 11 лет, все это бросил. Но здесь у нас появилась очень хорошая возможность. И я вам ее просто-напросто покажу. Возможность выставлять ордера от той суммы, которую вы имеете на балансе. То есть не больше, не меньше. То есть сумма у вас не за счет каких кредитов не увеличивается. Вы торгуете только собственными средствами. И в любой момент можете их вывести через обменник, конвертировать. Вывод на этой бирже. Мне понравились очень котировки и внутридневная работа. То есть волатильность биткоина. Вы видите, какие свечи. То есть по 5-6 долларов. Каждая свеча high-low. И соответственно здесь можно реально заработать денег на покупки и на продажи. Возможностей здесь много. Что я хочу сказать сам, я только зарегистрировался вчера. Еще пока не пройдена верификация. Так как верификация проходит в будничные дни. Мои документы находятся еще на проверке. Как только они будут проверены, то здесь уже можно будет делать ордера покупки и продажи. То есть здесь достаточно все просто. Быстро отвечает суппорт. Методы вывода отсюда. Для европейской зоны есть ЕО банк СЕПА. Также вывод на интернациональный банк возможен. По вашему желанию. В долларах вывод здесь идет. Так как на балансе мы можем иметь доллары. Либо биткоины. При сделке купли-продажи у нас с вами то одно есть, то другое. Также вывод биткоинами и системы РИПЛИ. И такими же методами есть вот. То есть можно ввести биткоинами, зарабатывать на этом, заработать доллары и вывести на банк. То есть система по себе очень интересная. Также здесь, как я уже показал вам, существует трейдинг. Обычный биржевой терминал. Здесь у нас графики отображения в свечах. Вот то, что у меня сейчас находится в Камблес. Также заполненные свечи. Барах график. Для тех, кто торговал на метатрайдере, привык торговать в барах, либо на линиях. Может торговать как удобно. Мне больше и нагляднее, конечно, свечное. Свечное изображение графическое. Это удобнее. Также вы можете переставить интервал движения. То есть от двухминутной, пятиминутной графики движения. Тридцатиминутные, часовые, двухчасовые, четырех, шести, двенадцатичасовые. А также дневные и трехдневные. Ну, самое оптимальное для анализа дневной торговли. Это тридцатиминутные, часовые и шестичасовые графики. Как таковых, на этой бирже я не увидел индикаторов, по которым можно дополнительно оценивать рынок. То есть то, что у нас здесь есть, это текущие транзакции. Когда у нас будет верифицирован аккаунт, здесь появятся наши с вами ордера, будут загружены. И также есть объемы продаж и покупок. Как вы видите, здесь 11 тысяч биткоинов, 3 миллиона долларов. Участвуют в торговле сегодня. Достаточно большие объемы торгов на этой бирже. И всегда можно выбрать цену из стакана. Сделать покупку или продажу моментально. Выбрать свой депозит. У меня сейчас по нулям, так как еще аккаунт не верифицированный. Сделать продажу по той цене, которая вас интересует, перебить стакан. Либо сделать покупку то же самое по той цене, которая вам интересна. Дальше дождаться повышения или снижения цены. По вашему анализу зафиксировать прибыль, то есть перевести ее в фиатные деньги, в валюту. И дальше уже принимать решение покупать или продавать. То есть фактически мы с вами можем на взлете покупать за доллары биткоин. Когда мы чувствуем, что движение закончилось, фиксировать эту прибыль. То есть у нас получается с вами больше долларов. И соответственно, дожидаясь очередного снижения, снова покупать, снова на взлете выходить на подъеме. Снова продавать биткоины, фиксировать прибыль в долларах. Снова дожидаться подъема, снова фиксировать и так далее. То есть таким вот образом мы можем с вами на каждой волне зарабатывать деньги. Для анализа движения внутридневного движения и более долгосрочного я взял такой очень интересный портал. Биткоин Виждом называется. Здесь достаточно просто зарегистрироваться очень быстро. И можно отслеживать цену арбитраж на различных биржах. Вот здесь есть Битсмап, БТСЕ, Битфеникс, китайская биржа Хоуби. На самом деле здесь больше бирж. Вот в разделе Маркет вы можете увидеть список всех бирж, которые участвуют в торгах. Но меня, конечно, больше интересуют те, которые с долларами. Какие-то с австралийским фунтом работают. Какие-то с английским фунтом. Какие-то с немецкой маркой. Ой, с евро, извините, марки уже нет. Вот, то есть здесь сами смотрим, какую биржу нам анализировать, что нам интересно. В принципе, здесь можно и Лайткоин анализировать, и еще какие-то криптовалюты здесь. Значит, по какому методу выстраивать анализы, какие инструменты здесь есть. Во-первых, вы можете переключить здесь график движения цены от одноминутного, трехминутной, пятиминутной, пятнадцатиминутной, часовой и так далее. Да, там, двенадцатичасовой. Любое движение оценить. Я выбрал часовой график. Колесиком мышки можно его увеличить. Можно уменьшить это движение. Посмотреть. Также здесь есть различные инструменты. Сейчас я вам их покажу. Удалю сначала все, что есть. Так, замечательно. Так, опять вылезло. Сейчас, секундочку. Удалим. Фибоначчи. Так, и вот теперь давайте посмотрим. Это у нас просто лысый график. На нем находятся свечи. Свечное изображение движения рынка. Но также здесь в разделе сеттинг мы с вами можем выбрать, показывать ли нам рынок в свечах, показывать ли нам его в барах, показывать ли просто линии, да, линии с точками открытия свечей. Я, как всегда, выбираю свечи, потому что свечной анализ он более наглядный и более удобный. Также индикаторы, встроенные индикаторы, которые находятся в нижней части рыночного окна. У нас есть такие, как МСД. Тоже очень удобный, хороший индикатор. Индикатор показывает направление движения рынка, но этот индикатор лучше использовать на более длительных графиках, на 4-х, на 6-ти часовых. Он более объективно показывает вам, идет ли у вас сейчас тренд на снижение или идет ли у вас рост. Вот, как вы видите, здесь уже появляются зелененькие восходящие бары такие. Это говорит о том, что на рынке идет краткосрочный рост. Также есть много методов анализа этим индикатором, очень удобный. Также здесь есть KDG, тоже кто пользовался и в метатрайдере можно пользоваться. Ну, мне нравится, например, стахастик. Ну, есть еще DMI, есть CMF и много других индикаторов. Стахастик чем хорош? Здесь можно строить краткосрочные стратегии и на часовых интервалах. Он показывает сигналы, краткосрочные сигналы на зоны перекупленности, перепроданности рынка. Как вы обратите внимание, здесь вот есть графа 0, 20%, 50%, 80% и 100%. Ну, вообще по анализу, техническому анализу финансовых рынков считается, что этот индикатор, когда находится меньше 20, то это зона перепроданности. Из этой зоны, когда выходит стахастик, идет увеличение объема торгов на покупку. Если он находится выше 80%, как вы видите, крестиком я показываю сейчас, то здесь у нас пошло снижение. То есть он находился в зоне перекупленности. И это нам идет сигнал о том, что в этой точке лучше продавать. И когда стахастик уже подходит к зоне перепроданности, тогда уже закрывать сделку, выходить из нее и ставить в обратном направлении, как говорится. То есть когда он сверху идет вниз, мы продаем биткоин. Когда идет снизу вверх, мы его покупаем. Все достаточно просто. Но надо помнить всегда, что эти индикаторы дают 60 на 40% сигнал правильный. И одним индикатором пользоваться никогда нельзя. Можно анализировать рынок двумя-тремя индикаторами, чтобы вероятность была по крайней мере 80 на 20% в том, что ваша сделка будет прибыльной. Как вы обратите внимание, стахастик у нас пошел в зону перекупленности, зашел за 80%. И оттуда делал несколько ложных разворотов, но рынок рос при этом. То есть краткосрочное падение было небольшое, там 220-225 на 5 долларов. Но это не то, что мы, например, могли ожидать. То есть еще надо какими-то индикаторами подтверждать свою правоту. Как мы видим еще на свечном графике, у нас находятся две линии, желтая и белая. Это линии Moving Coverage, один из индикаторов, также показывает нам направление рынка. Как вы видите, когда белая линия находится под желтой, и они начинают сближаться, идет рост валюты. То есть когда белая линия пересекает снизу вверх в желтую, идет у нас рост тренда. И как вы видите, он идет вверх. Если у нас белая линия пересекает желтую вниз, то это идет снижение тренда. И идет также снижение котировок валюты. То есть на это тоже надо обращать внимание. И также еще использую несколько хороших индикаторов. Сейчас посмотрим. В принципе, можно брать Bollinger Bands. Поподробнее об этом индикаторе можно посмотреть в интернете. Что это за индикатор. Он также нам показывает канал. Зоны расширения этого индикатора. Это движение. Зоны сужения. Это остановка и разворот тренда. Как вы видите, здесь вообще идет боковой коридор. То есть движение вверх-вниз достаточно в узком диапазоне. 221, 229. Там 8-9 пунктов. Вверх-вниз. Рынок ходил. Ну, в принципе, кто заходит большими объемами на рынок, они на этом тоже могут хорошо заработать. То есть и средняя линия индикатора этого Bollinger Bands, она показывает направление движения рынка. То есть четко здесь видно восходящая тенденция, нисходящая тенденция. Да, у нас идет. И мы можем с вами делать такую оценку. Также для более успешной торговли существуют некоторые графические модели свечного анализа рынка. Вот именно этот вот свечной анализ, вот эти свечи, которые вы видите на... Сейчас я лишнее уберу. Так, оставлю. Bollinger пока уберу. Есть еще дополнительные инструменты. Такие, например, как... Вот такой вот крестик, как у меня ходит, да, которым вы можете, в принципе, двигать экран, ухватившись за него. Это вот значок такой плюсик. Также вы можете построить какие-то линии. Например, взять... В одну точку поставить и поставить другую. Да, то есть вы видите, что мы связали low. Low это нижнее значение цены. За определенный момент соединили с low последнего движения. И у нас сформировался такой, как говорится, линия поддержки этой тенденции. То есть идет растущая тенденция краткосрочная. И пока эту линию не пробила, эта восходящая тенденция будет соблюдаться. Так, убираем эту линию. И посмотрим. Так. И посмотрим еще возможности. Давайте с вами. Также здесь есть линии Fibonacci и Viergan. Что это такое? Также для анализа и построения линий поддержки и сопротивления тенденции. Сейчас я немножко возьму. Последнее движение у нас было. Вот здесь была максимальная цена 248.42. После этого было снижение. Нижняя цена была low 210.12. Соединим эти две точки уровнями Fibonacci и посмотрим, как работал рынок относительно этих уровней. Ставим. Нажали, то есть на линию Fibonacci, поставили точку 1 и соединили с нижней линией. Теперь переключились на вот этот вот крестик. И давайте с вами посмотрим. Мы с вами соединили вверх с низом этой тенденции. И посмотрим теперь, как у нас пошел откат рынка. Увеличим этот график. И обратим внимание. Линия Fibonacci в 23%. Вот как вы видите, вот эта линия 23.6%. Она является для текущей тенденции сопротивлением. Если этот уровень пробивается, то цена идет к следующему уровню. И как вы видите, цена подошла к этому уровню, заскочила за него, вернулась и снова билась в этот уровень. Потом она пошла выше и укрепилась выше линии 23%. Что произойдет дальше? Она идет дальше к следующей линии сопротивления, используя этот уровень уже как поддержку. То есть дальше у нас вот такой вот канал от 25 до 219. То есть 6-долларовый канал такой сформировался. И в этом канале мы с вами работаем. То есть здесь мы делаем покупку после пробития. И идем к верхнему уровню. Здесь мы также закупились. Цена может от этого уровня оттолкнуться. Что произошло? Вернуться к уровню поддержки. Оттолкнулась от него. Видите, как четко работают уровни по Фибоначчи. Снова вернулась к уровню сопротивления. Дальше его пробило. И куда она пошла? Она не пошла в неизвестность. Она пошла к следующему уровню 50%. Ударившись от него. Как видите, вот такая зелененькая свечка хвостик. Вот она. Цена вернулась снова к уровню поддержки. Но не пошла в ниже. Потому что уровень поддержки сработал. Цена от него оттолкнулась и пошла вверх. Как вы видите, уровни работают очень четко. Вот уровень 78%. Сегодня это движение было. Эта цена была в 240 долларов. То есть цена биткоина доходила до него. Оттолкнулась и пошла вниз. И вернулась опять же к предыдущему уровню 50% и 38%. Сейчас вот игра ведется между двумя этими уровнями. Дальше что у нас произойдет? Пробитие уровня 50% это уже возможность движения на уровень 78%. Куда цена в принципе уже проверила его, протестировала. Игнорировав уровень 61%. То есть закинула такой длинный хвост свеча наверх. И мы с вами сможем уже ждать тогда там биткоин. Если же цена оттолкнется, она может вернуться опять на 224. Дальше уже события будут развиваться. Вот сейчас сигнал хороший, так как стахастик у нас выходит из зоны перепроданности. Сигналы moving coverage вверх. Также здесь граница канала, которую возможно мы пробьем. То есть дальше движение, я прогнозирую 235. Ну и дальше если все хорошо сложится, на 240 пойдет биткоин. Вот такой просто анализ для себя сделаем. И дальше мы уже видим покупать, продавать нам ту или иную валюту или подождать. И также мы можем делать анализ, переключаясь на любую биржу. Как видите здесь более или менее цены. Похоже использую здесь для анализа биржу Bitfenix. И вот цена на данный момент на Bitstamp, где я планирую делать сделки, она идентична. То есть также 228 с копейками немножко отличается. Здесь 28.66, там 28.32.33. То есть на разной бирже котировки немножко отличаются. Это какие-то сотые, десятитысячные копейки. Это естественно, так как биржи не все синхронизированы. Но цена идет единая за биткоин, учитывая торги. Вот таким образом можно анализируя на одной бирже, делать покупки на другой. Потому что вот здесь, конечно, более полный анализ. Также, если вам нужен сигнал, чтобы не сидеть у компьютера, например, мы можем поставить звук на верхнюю и нижнюю цену. Вот, например, если у нас цена будет больше 230 долларов, то у нас включится такой вот звоночек здесь появился, да? И заставит вас уже подойти к компьютеру. Вот, если цена будет ниже 230, что, в принципе, сейчас у нас... То, опять же, будет такой звоночек. Вот, поэтому просто-напросто мы можем себе поставить такие сигналы и подойти к компьютеру, когда цена подошла к тому значению, где мы ее ждали, и остановить свою сделку, то есть сделать сделку купли-продажи и тем самым зафиксировать свою прибыль. В принципе, все очень просто. Поэтому зарабатывайте, ребята, на бирже. Вот такие мои советы были. И, как видите, как я и говорил, сейчас тенденция роста у нас продолжается. И все будет просто замечательно. Торгуйте, торгуйте на свои деньги. Вот, и зарабатывайте, да? А на прибыль вы уже можете покупать все, что угодно. Цена и мощности в майнинговых компаниях, да? И на что-то потратить. И просто обменять на доллары, вывести себе на карточку. Это делается все достаточно просто. Это и есть все в видео на моем канале, как производится обмен биткоина на доллары. Спасибо за внимание. С вами был Станислав. С вами был Станислав.